Денис Владимирович, поздравляю с назначением. Как возник вариант с Гомелем и долго ли размышляли о нем предложения? Ну, спасибо, конечно, за поздравление. Виктор Васильевич Борель позвонил, предложил такой вариант. Ну, все-таки, конечно, помощником это одно дело. А когда есть вариант поработать главным тренером, конечно же, это в приоритете. И размышлял недолго, потому что хотелось развиваться, двигаться вперед и чего-то добиваться уже на должности главного тренера. А чем еще привлек вариант с Гомелем? Сколько сюда не ездил, очень хорошая атмосфера, чисто футбольный стадион, великолепные болельщики. Поэтому всегда с большим удовольствием мы здесь находились. Мы противостояли футбольному клубу Гомель. И даже когда болеют против тебя, все равно это непередаваемое ощущение. Вы уже были в Гомеле до подписания контракта. Наверняка успели познакомиться с инфраструктурой, с условиями подготовки. Вот ваши впечатления. Да, конечно, сюда приезжал в прошлом году еще. Посмотрели мы те объекты, которые можно использовать в учебно-тренировочном процессе, непосредственно центральный стадион. Для подготовки футболистов здесь все есть необходимое, поэтому можно решать большие задачи. Какие ближайшие планы у команды? Во-первых, еще не до конца сформирован состав, поэтому идет комплектование. И очень хотелось бы, конечно же, собрать боеспособный коллектив, который бы решал самые высокие задачи. Потому что, скажем, планка очень высоко поднята в прошлом году, поэтому хочется соответствовать и стремиться только вверх, вперед. А какие-то, может быть, более конкретные ожидания нового сезона у вас есть? Либо в целом? Ну, хотелось бы реализовать какие-то свои идеи, какие-то мысли. Это вполне естественно. И очень хочется, конечно, что-то добиться и что-то после себя оставить стоящее и большое. А каким прошлый сезон для вас выгляделся? Судя по результату, конечно, в Гродно нельзя назвать его положительным. Он нельзя занести в актив. Ну, по крайней мере, закончили сезон на мажорной ноте, избежали стыков. Но в той ситуации, в которой мы оказались, это было очень важно. Спасибо большое. Спасибо.